Дух Святой, мы благодарны за то, что Ты здесь, Ты с нами, Ты движешься в нашей жизни, Ты движешься в нас, Ты движешься через нас. И мы не желаем стоять на месте, мы желаем двигаться вместе с Тобой, поэтому наша молитва – веди нас, направляй нас. Наша молитва – показывай нам, что Ты хочешь, чтобы мы делали и сейчас, и когда мы уйдем отсюда, когда мы будем встречаться с людьми. И наша просьба о том, чтобы Ты водил нас, и мы были рядом. Давайте вместе попросим, знаете, это очень важно, когда Тобой руководит не эмоции, не опыт, не знания, а Тобой руководит Дух Святой, это очень важно. Просто давайте вместе попросим Дух Святой, я хочу быть Вадимом Тобой, это очень важно для меня. Я не хочу просто говорить о том, что это важно, я хочу быть Вадимом Тобой. Я не хочу просто говорить о том, что это хорошо, я хочу быть Вадимом Тобой. Я не хочу просто говорить, говорить и говорить. Я должен быть Вадимом Тобой. Дух Святой, продолжай наполнять. Продолжай наполнять. Продолжай наполнять, чтобы меньше было нашего и больше было Твоего. Дух Святой, продолжай наполнять. Мы перерождаемся из людей, которые вадимы своей плотской природой, в людей, которые вадимы Духом. Потому нам важно понимать, как это происходит. И очевидно, что это происходит через наше сотрудничество с Духом Святым. Потому что если ты хочешь быть похожим на учителя своего, тебе нужно с ним рядом быть. Правда? Ты же не можешь просто издали знать о ком-то и быть его последователем. И вот с Духом Святым, когда у нас есть эти отношения, мы преображаемся, преображаемся. И, конечно, ни книги нам помогут, ни учебные какие-то семинары. Именно взаимодействия с Духом Святым. И перед тем, как мы будем молиться об исцелении, давайте еще попросим, чтобы Дух Святой наполнил нас. Если вы дома, смотрите нас, церковь наша, братья, сестры, тоже попросите, чтобы Он наполнял нас. Потому что, знаете, есть интересное слово, если хотите, это пророчество в нашу жизнь. Когда Иоанн Креститель говорил, а он именно был пророком, вы знаете, да? Он пришел по духу и силе Ильи. И он говорил, что за мной идет тот, кто будет крестить вас Духом Святым. Слово «крестить» — это баптидзу, это значит «погрузить». Он вас будет и омывать, и очищать Духом Святым, но также он вас погрузит в Дух Святой. И вы останетесь там. И что происходит с любым предметом, который остается долго в жидкости, например? То есть он становится частью, да? Вот, поэтому мы таким образом пропитываемся и становимся одним целым с Духом Святым. Потом попросите, пусть Дух Святой наполнит вас. Это точно полезно, чтобы нас наполнял Дух Святой, а не гнев, чтобы он нас наполнял Дух Святой, а не раздражение, а не разочарование, чтобы нас наполнял Дух Святой, а не похоть этого мира. Дух Святой, чтобы Он нас наполнял, а не что-то другое. Не алкоголь, не наркотики. Дух Святой, чтобы Он нас наполнял. Наполни Дух Святой. Попросите просто, наполни меня Дух Святой еще больше. Наполни меня еще больше. Наполни меня еще больше. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот это хорошая практика, делайте так. Слава Господу! Давайте Господу дадим славу, аплодисменты. Скажите Ему спасибо, Господь, что я жив сегодня, я здоров, я благословен.